На телеканале ОТС информационный выпуск Татарского района день за днём. О главных итогах уходящей недели расскажу я, Егор Галёв, и корреспонденты нашей программы. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Акция «Чистый город». Волонтёры вышли на борьбу с камышом. Здесь как бы и интересы детей к медицине, и наши вот задумки тоже как бы и детские, и преподавательские о том, что возможно на перспективу где-то и медицинский класс мы откроем. Медицина или сельское хозяйство. Татарские школьники встретились с представителями профессиональных учебных заведений. Это наша особая история всего российского воинства и казачества. Крест с острова Кипр. Храм города Татарска получил в дар уникальные святыни. Это и многое другое далее в нашей программе. Исполняющий обязанности главы Татарского района Юрий Маркленович Вязов продолжает знакомиться с коллективами учреждений и предприятий района. На минувшей неделе встречи прошли в школах номер 3, 4 и 10. На входе в учреждения Юрия Вязова, как и всех посетителей школы, просили предъявить документы и записаться в журнале посещения, потому что установленные правила одинаковы для всех. Исполняющий обязанности главы ознакомился с условиями работы учреждений, кадрами, провел рабочие встречи с руководителями образовательных организаций. Были определены мероприятия по дальнейшему развитию организации и улучшению материально-технических условий обучения. Напомним, что исполняющим обязанности главы Юрий Вязов был назначен губернатором 12 сентября. С этого времени Юрий Маркленович посетил школы, детсады, спортивные объекты города, сельхозпредприятия, объекты социальной сферы и ЖКХ в городе и селах. Каждому хочется, чтобы его родной город выглядел ухоженным и красивым. Конечно, для уборки улиц и придомовых территорий существуют специальные коммунальные службы, однако не всегда все зависит только от них. В рамках акции «Чистый город» волонтеры Татарского района вышли на борьбу с камышом. В качестве организаторов акции выступил волонтерский корпус при поддержке администрации Татарского района. Мероприятие направлено на борьбу с оставшейся в городе травой, а также камышом. Ни для кого не секрет, что Татарск расположен в болотистой местности, и от камышовых зарослей нам никуда не деться. Только совместными усилиями можно очистить город от этих назойливых растений. Ну, соответственно, все мы хотим жить в чистом городе, чтобы, когда проезжаешь по улицам, глаз радовался. Поэтому первой улицей стала улица Восточная, потому что она встречает гостей нашего города. Охота, чтобы люди заезжали и видели чистые, опрятные улицы. Ну, дальше у нас планируется также выкашивание камыша по остальному городу, по остальным улицам и оказание адресной помощи. Специалисты социальной защиты уже предоставили адреса, где необходимо будет осуществить такую помощь. Волонтеры займутся выкашиванием травы, рубкой дров и приведением придомовых территорий в порядок. В настоящее время из-за дождей и сырости на улицах работа немного приостановилась. Как только погода наладится, волонтерский корпус сразу же приступит к остальной вырубке камыша. Необходимо завершить начатую работу по улице Восточной, а также проехаться по окраинам города. В первый день акции волонтерам понадобилось около четырех часов на работу. Молодежь татарская, она отзывчивая, молодежь на просьбы, на призывы о помощи, то есть когда помочь необходимо тот же мероприятие какое-то провести. Поэтому обратились в колледжи, то есть студенты откликнулись без проблем, ребята в выходной сели, поехали работать. Специально для уборки камыша администрации района были выделены денежные средства на закупку необходимого оборудования. Приобретены мощные газонокосилки, триммеры, которые предназначены для скашивания травы. Остается только ждать благоприятных погодных условий, и волонтерский корпус снова выйдет на улицы нашего города, чтобы сделать их еще чище и красивее. Определиться с выбором профессии и дальнейшего образования татарским школьникам помогли представители учебных заведений из Омска и Барабинска. Во время осенних каникул в школе номер пять собрались ученики со всего района. Они еще только размышляют над тем, как сложится их взрослая жизнь, но, быть может, кто-то из них в будущем станет известным медицинским работником или агрономом. На базе муниципального ресурсного центра, созданного в 2017 году, в нашем районе активно развивается направление искусства. В сентябре этого года в Министерстве образования Новосибирской области был защищен план мероприятий по реализации дорожной карты. По итогам защиты и были намечены дальнейшие действия по реализации таких направлений, как спорт и наука. В рамках направления наука, это уже не первое мероприятие, которое проходит с нашими партнерами, которые сегодня приехали в пятую школу, мы проводим такое погружение детей для формирования их мотивации к таким предметам, как биология, химия, развитие интереса к проектной деятельности, исследовательской деятельности. Сегодня будут предложены детям задания, которые используются на едином государственном экзамене по типу ЕГЭ, задания олимпиадного характера. И в общем, в целом мы как бы погружаем детей в науку для того, чтобы они обеспечить их профессиональное самоопределение. Своим опытом со школьниками Татарска делились студенты и преподаватели Барабинского медицинского колледжа и Омского аграрного университета. Конечно, не все ученики захотят в дальнейшем стать врачами или агрономами, но это не главное. Ведь в нашем районе налажено сотрудничество со многими учебными заведениями из Омской и Новосибирской областей. Уже были налажены ранее партнерские отношения с аграрным университетом, отдельные работы выполнялись, но это было бессистемно. Вот сейчас мы хотим привести это все в систему. А с Барабинским медицинским колледжем здесь и интересы детей к медицине, и наши задумки детские, преподавательские о том, что возможно на перспективу где-то и медицинский класс мы откроем. Поэтому сейчас такой круг интересов изучаем для того, чтобы выстроить наши дальнейшие партнерские отношения. Для Омского аграрного университета такое партнерство является новым. Представителям этого вуза очень важно, чтобы в Татарске развивалось такое направление, как наука. Нам есть что показать школьникам, чем их заинтересовать. И ведь мы сейчас работаем над новыми технологиями, мы сейчас хотим выйти на перспективные рынки НТИ, мы задействованы в олимпиадах национальной технической инициативе и так далее. То есть у нас есть что показать. Например, наши ученые сейчас работают над созданием сортов многолетней пшеницы. Мы готовы ребятам помогать проводить научные исследования. Ребята вот именно этой школы, пятой, участвовали у нас 10 октября в третьем региональном слете агроклассников. То есть вот такое полномасштабное было мероприятие. Было у нас 284 ребенка. И ребятам очень понравилось. Всем ребятам понравилось. И ваши дети тоже не стали исключением. Не секрет, что большинство абитуриентов из Татарска поступают именно в Омские учебные заведения. Сказывается близкая расположенность наших городов. Омский аграрный университет наши выпускники тоже не обходят стороной. И после таких встреч, возможно, Омские университеты пополнятся новыми студентами из Татарска. Работники Татарского АТП в связи с профессиональным праздником Днем автомобилиста получили почетные грамоты и благодарности от исполняющего обязанности главы Татарского района Юрия Вязова. Юрий Маркленович впервые посетил автотранспортное предприятие и рассказал его сотрудникам о дальнейшей программе развития района. Работники Татарского АТП выполняют важные задачи, которые заключаются в пассажирском сообщении между селами, в рамках города, а также и за его пределами. На предприятии работают 33 человека, а перевозки осуществляется по 19 маршрутам, на которых задействовано 14 автобусов. За 9 месяцев было перевезено 128 тысяч пассажиров. Автопарк предприятия постоянно обновляется новой техникой. В ближайшее время за счет финансовых средств областного и местного бюджетов планируется приобрести новый автобус марки ПАЗ. Юрий Маркленович поздравил коллектив с профессиональным праздником, пожелав безопасных дорог и без аварийного движения. В ходе визита губернатора им было принято решение, те деньги, которые недоосвоены в этом году, они сохраняются на следующий год. И мы так посмотрели, это большинство населения проживает в татарском районе, в городе Татарске. И основная часть денег Дорожного фонда следующего года, это внутри поселенческих дорог, мы направляем на город. Храм Покрова Пресвятой Богородицы города Татарска получил в дар уникальные святыни. Это животворящий крест с частицей креста Господня и иконы святого Георгия Победоносца от Благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. Частицу креста фонду передали прямо с острова Кипр. Благотворительный фонд является исполнителем программы духовного укрепления российского воинства. Казачество всегда служило церкви и своему отечеству. Поэтому по благословению митрополита Кирилла Ставропольского, сибирскому казачеству города Татарска были переданы походная икона и крест. Дары останутся в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Это действительно программа, которая очень важна, как и для воинов, как и для казаков, когда они с верой, с молитвой и надеждой на помощь Божия защищали рубежи нашей Родины, защищали наших людей, потому что они никогда не воевали, они всегда защищали. Это наша особая история всего российского воинства и казачества, потому что всегда называли наше воинство христолюбивым, боголюбивым воином-миротворцем. Наталья Сергеевна путешествует по Сибири с разными святынями. Благотворительный фонд приносит в храмы походные иконы и ковчеги, для того, чтобы казаки нашей страны выполняли свой воинский долг с верой и надеждой в Бога. Президент фонда святого мученика Ванифатия верит в то, что подаренные реликвии станут духовным окормлением на молитвенную помощь и благословение. Преклониться новым святыням решили и прихожане храма. Также помимо этих даров на поклонение был привезен башмачок святого Спиридона Тремифунского. Эта святыня была передана с острова Корфу. Именно в этом месте находится мощь и чудотворца. Этот башмачок находится сейчас пока здесь, и многие верующие уже к нему поклонились тоже с большой радостью и упованием к святому, потому что русский народ России особенно почитают святого Спиридона Тремифунского, который близок просьбам и молениям к нему обращавшихся. И потом этот башмачок уже уедет в Норильскую епархию. Именно в кафедральном соборе города Норильска башмачок останется на постоянное место хранения в Норильской епархии. После того, как прихожане храма города Татарска смогли приложиться к башмачку, святыня направилась к верующим Омской епархии. Благотворительный фонд сопровождает особый конвой по благословению Союза казаков России, ведь маршрут следования крестного хода начался от города Томска. Мы передавали там походный ковчег в 74-й гвардейский мотострелковый полк в Юрге. Далее мы проследовали уже через Новосибирск, уже проследовали крадистам в Коченево. И далее уже маршрут был проложен и куйбышев в Каинской епархии. И вот сейчас здесь в Татарске мы передаем святыни для этого храма, для кормления казаков, которые кормляются в этом храме. В Омске благотворительным фондом будет передан походный ковчег в Институт танкистов и в Казачий университет. А в Учаирский монастырь направится икона святого Дмитрия Солунского. На этом крестный ход по Семире подойдет к своему завершению, а представители фонда отправятся в Москву. Хоккейные баталии на льду Дворца спорта «Юность» набирают обороты. В конце октября начались соревнования среди опытных хоккеистов. Татарский район, город Татарск, это одна из столиц хоккея Новосибирской области. И это действительно так. Вот на протяжении буквально месяца это проходят вторые клубные соревнования. Наши спортсмены Татарского района, это для гостей, мы рассказываем, недавно пацаны наши ездили в Новосибирск. Было три встречи, одна 6-1, выиграли 1-20-0 в Новосибирске. Ну и из уважения, конечно, к хоккейной команде в нашей области, команде Сибирь, мы играли 5-1. 26 октября в Татарске стартовал межрегиональный чемпионат по хоккею среди игроков старшего возраста «Кубок поколения». В соревнованиях принимают участие 10 команд. Открылся чемпионат матчем между Союзом из Горьковского Омской области и местным Ермаком. Хоккеистов и болельщиков приветствовал исполняющий обязанности главы Татарского района Юрий Маркленович Вязов. Он провел первое символическое вбрасывание шайбы. В нынешнем розыгрыше «Кубка» принимают участие команды из Новосибирской и Омской областей. Матчи будут проходить по выходным. Сотни километров придется преодолеть некоторым командам, прежде чем выйти на лед. Но на трибунах Ледового дворца «Юность» их ждут болельщики, а на площадке напряженные схватки с соперниками. Так прожил эти дни Татарский район. Мы с вами встретимся в следующую пятницу в 18.00. Повтор программы в субботу в 10.30. Не забывайте, что все наши сюжеты и программы вы найдете на наших страницах ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме и на Ютубе. Всем хороших выходных!